Совсем недавно весь мир остался на несколько часов без соцсетей, инстаграм, фейсбук и мессенджера, ватсап. Как пережили ульяновцы вынужденную киберпаузу? Сейчас узнаем в нашем опросе. Мне было очень хорошо, потому что я независима от социальных сетей, я могу спокойно прожить без них. Ведь я полна энергии, могу гулять, веселиться и вообще делать что угодно. У меня столько увлечений, столько занятий. Было очень плохо. Я сидела, делала сережки, занималась своими делами, отдохнула немножко. Но для меня это было радостное событие. Но я в Твиттере сидела в этот момент. В основном какими соцсетями пользуетесь? Инстаграм, Твиттер, ВК, Телеграм и все. А для чего в основном? Вы там работу продвигаете или с друзьями общаетесь? Ну общаюсь с друзьями, просто там выкладываю какие-то посты, истории, читаю что-то интересное для себя. Ну на Ютубе, например, смотрю, там видео какие-то интересные. Расскажите, а как вы пережили эту паузу, вынужденную такую, без трех соцсетей, например? Я поначалу очень сильно удивилась, потому что не работает Инстаграм, так как я очень привыкла туда часто заходить, проверять что-то новое, общаться с друзьями. Но в принципе, как я привыкла к нему, так быстро я отвыкла, на мне это никак не отразилось. Как бы заходишь в привычную соцсеть, а она не работает и не понимаешь, куда девать свое время. Но так это сильно не повлияло на мою жизнь, потому что я не очень часто сижу именно в этих соцсетях. Нет, я вообще не заходил туда. Ютуб заходил просто и все. А какими соцсетями вы пользуетесь в основном аккаунтами? В ВКонтакте, Ватсап, иногда все. Да никак. Я спала просто, поэтому я не заходила в интернет. Одни отреагировали спокойно, другие же впали в уныние и ступор. В основном расстроились те, кто не может жить без многочисленных сториз. На самом деле я не пользуюсь так часто Инстаграмом и Фейсбуком. В основном я использую соцсеть ВКонтакте. А для развлечений я использую ТикТок, если что мне нужно. А по поводу девочек в нашей группе, они нам очень много спамили, писали в беседе, то, что почему Инстаграм не работает, там все дела очень волновались, потому что, ну, они девочки красивые, всегда им надо выкладывать фотографии в эти Инстаграмы свои, поэтому они очень волновались, переживали. А вот специалистов IT-сферы падения сетей не особо огорчило. Во время онлайн-антракта создатели сайтов, софтов и разработчики игр занимались привычными делами без страданий и дискомфорта. Понесли убытки только представители электронной коммерции, то есть интернет-магазины, образно говоря, встроенные в соцсети. Бытует мнение, что многочасовой провал – это диверсия конкурентов Марка Цукерберга. Известно, что за время простоя он потерял более 6 миллиардов долларов. Но, насколько я знаю ситуацию, все-таки это сбой был глубоко-глубоко внутри Фейсбука. То есть это речь не идет о какой-то атаке из вне, а речь идет о чем-то очень глубоко внутреннем, в внутренних системах. И внешнему какому-то актору очень сложно добраться до этих систем. И тем более, зная всю мощь, вычислительную и информационную безопасность к настроению, это очень сложно сделать. А с другой стороны, если вдруг, вдруг это была диверсия, то надо подумать о людях, которые работают с нами. То есть есть у безопасников такое выражение, что самые страшные атаки происходят изнутри. То есть от наших людей, от наших сотрудников. Сбой в работе компании Фейсбук, из-за которого отключились не только собственные сервисы, но и другие платформы, стал поводом для шуток. При этом звезды, бренды и обычные пользователи собрались в Твиттер, который продолжал работать, несмотря на проблемы конкурентов.